Олеся Айпи. Первая любовь или школьная любовь 2. Неожиданное предложение. Нежданная встреча. Сегодня день выдался каким-то особенным с самого утра. Первую пару мы просидели, занимаясь своими делами, просто беззаботно болтая целый час, потому что преподавателя вызвали к ректору, а на замену никого не прислали. На большой перемене пришла куратор и сказала, что практика в этом году будет на неделю короче, чем планировалось раньше, для тех, кто учится на отлично. Отлично, это же у меня, улыбнулась про себя я. А последние две пары вообще отменили, и мы досиживали четвертую с радостным предвкушением, что потом гулять, отдыхать, свобода на полдня. Вдобавок погода стояла просто невероятная. В солнечный свет заливал весь кабинет. Мой стол стоял около окна, так что я нежилась под солнечными лучами и слегка сонно слушала преподавателя по философии, которая рассказывала про философские воззрения Сократа. Дверь в кабинет была приоткрыта, так что можно было видеть проходящих по коридору. Я так пригрелась на солнышке, что не сразу обратила внимание на фигуру, неожиданно и беззвучно появившуюся в дверном проеме. Очнулась я только тогда, когда голос такой знакомый, да более знакомый голос, и сказалось далекого прошлого, но очень яркого, важного, выстраданного, но такого теплого прошлого, негромко спросил. «Сергей Викторович, вы позволите взять у вас пару студенток?» «Мы сейчас тестируем новое программное обеспечение. В деканате сказали спросить у вас. Вы отпустите?» Я пробудилась от солнечной дремы мгновенно, огляделась по сторонам, пытаясь понять, не заметил ли кто-то, как я встрепенулась и чуть было не выскочила из-за стола, еле удержала себя. Мне снился сон, мне напекло затылок и случился солнечный удар. У меня галлюцинации? Что происходит? Мгновение замерло. Все застыло кругом, как на паузе. В голове только неслись потоком мыслей и эмоций. Все кружилось. Сердце так забилось в груди, что я почти задохнулась. Счастье накрыло лавиной и чуть было не снесло меня со стула. Я вцепилась в стул и держалась обеими руками. Наверное, у меня были глаза, как у испуганного котенка, потому что я смотрела, осматривалась и не могла понять, это правда происходит или снится мне в каком-то странном сне. «Елисей!» — прошептала я. «Елисей гречал, а все внутри меня!» «Он здесь, передо мной, наяву!» «Боже, я же попрощалась с ним навсегда, четыре года назад!» «Я три года лечила эти раны на сердце, вспоминала и плакала по ночам. Никто не мог заменить мне его, хоть я и пыталась себя убедить. Но неважно, это сейчас было неважно. Он стоял здесь, передо мной, в моем универе. И, о боже, он нашел меня глазами и смотрел прямо на меня!» Я вскинула руку. «Я могу пойти. Я принимала участие в таких тестированиях раньше. Я знаю, что делать. Можно?» Сказала я громко на всю аудиторию. Не знаю, откуда у меня эта дикая смелость проснулась, но меня несла к нему неведомая сила. Мне хотелось обвинять его прямо сейчас. Я едва могла объяснить своему бедному сердечку, которое билось, как сумасшедшее, внутри, что так нельзя, нельзя так. «Хорошо. Валерия, идите вы и ваша соседка по парте Галина, если я не ошибаюсь», — ответил преподаватель. И я с незаметной дрожьей в коленях встала и пошла к выходу. По мере того, как расстояние между нами сокращалось, мое сердце билось все быстрее и быстрее. «Еще немного, и я бы могла лишиться чувств, но я справилась». «Здравствуйте, Елисей Петрович», — пролепетала я, выйдя из аудитории, взглянув на секунду в его глаза и сразу отведя взгляд. «Здравствуй, Валерия, рад снова видеть тебя», — сказал Елисей. Мы вышли и закрыли дверь в аудиторию. В коридоре больше никого не было. Галя была в курсе всего и деликатно отпросилась в туалет, спросив, в какой кабинет прийти и сказав, что подойдет через минуту, оставив мне шанс поговорить. «Елисей Петрович, как вы здесь, откуда?» — спросила я, собравшись духом. Я отработал контракт в Москве и не стал его продлевать. Большой город мне не по душе. Меня тянуло обратно. На родину. Наш городок. «Да, зарплаты поменьше, но это ведь не главное», — подытожил он и задумчиво посмотрел мне прямо в глаза. Этот взгляд был полон какой-то невразимой нежности и тепла. Он излучал свет. Это ни с чем не сравнить. Это такой свет, когда две вселенные находят друг друга и сияют во взаимном желании слиться в единый мир. И наступает вселенская гармония. Внутри и снаружи. Все преображается. Это большая редкость, я думаю. Такое надо беречь. Не все дожидаются такого счастья, но и не все заслуживают, я думаю. Но если заслужил, надо беречь и не разрушить. Это лучшее, что может быть в этом мире. Елисей говорил, и его взгляд проникал мне в душу. В самое сердце. Я смотрела и не могла ничего ответить. Я кивнула только, и мы пошли по коридору, словно окутанные тихой радостью. Через минуту подошла Галя, и мы уселись за компьютеры, помогая тестировать новую программу. Елисей говорил, что делать. Мы послушно выполняли и записывали в акте результаты. Я делала все как в тумане, потому что воображение разыгралось, и мысли неслись с бешеной скоростью. Голова кружилась. Он периодически подходил ко мне, склонившись рядом к экрану и объяснял, что к чему. А я смотрела, как лучатся его глаза. Как он смотрит на экран внимательно, как водит рукой и мягко нажимает на клавиши. И не могла насмотреться. Любимый. Он самый любимый. Никого нет во всем мире больше, кроме него. Все, что я ощущала четыре года назад и несколько лет пыталась безуспешно заглушить в себе, проснулась и разыгралась в моем сердце с новой силой. Я сияла и тихо таяла от счастья. Он вернулся, и теперь он здесь. Это было как во сне. Я несколько дней приходила в себя, все время думая о нем, пытаясь осознать все и понять, что же делать дальше.